Девушки отдыхают Я сюда пришла, ничего не зная о работах самого художника И впервые на выставку меня заманило ни название, ни полотна А возможность поучаствовать в ее создании Потому что именно сейчас здесь будут развешивать полотна Если увидите, что картина висит не по фэн-шую Это я руку приложила О, творческий процесс Гер вырос в пейзажах Армении Там ищет вдохновение А сам он из города Ванадзор Я сделала имитацию того, что я развесила картину Тут все нервничают, боятся, что я что-нибудь сломаю Гера называют жонглером красками и чувствами Он пишет натюрморты, портреты, пейзажи Легче сказать, чего он не пишет На самом деле, Гер просто ищет себя Ищет свой жанр и то направление, в котором будет работать Я сейчас ищу себя Не могу сказать, сколько жанр еще ближе к меня Но я все люблю писать И город, и пейзаж, и людей Все люблю С твоей рука должен сделать то, что твой ум коварит ему А для этого нужно много работать Но видеть это очень сложно Каждый человек видит одно А художник может увидеть то, что обычный человек ему увидит Я начал рисовать очень поздно Только в 18-17 лет только начал рисовать Ну, сразу полюбил это дело и стал заниматься уже серьезно Без этого я уже не могу представить свою жизнь У нас здесь есть драма Как у любого художника должна быть драма Драма закрыли Это знаменит армянский художник, который очень любил женщин Она вышла замуж за другого, и он сошел с ума Мне кажется, он просто свое счастье не распознал Вот эти вот картины бесцветные Гер начал писать тогда, когда служил в армии Судя по всему, им не выдавали цветных карандашей Поэтому картины были вот такими На выставке будет представлено 20 полотен и около 30 графических работ Гер, когда пишет портреты, он старается передать природу человека Поэтому портреты могут быть достаточно символичными Это, скажем так, дань Ван Гогу Это один из его любимых художников Но самый любимый – это Врубель, который его вдохновляет до сих пор Все-таки талантливый Раз и повторила На счет портретов Мгер рассказал очень интересную вещь Они пишут портреты людей, которые ему не нравятся Так как он еще не предложил нам написать наш портрет Мы делаем это, что мы Мгеру не очень понравились Но мы придем еще на открытие Может быть, он немножко изменит свое мнение о нас Мастер доверил мне самое ценное – бить гвоздик в подрамник Я сначала сказала в полотно Мгер замервничал Мгер, сколько стоит эта картина? На случай, если у меня рука соскучит Триста? А вы в чем берете? В евро, в тугриках? В дудуках Мастер гордится своей работой А журналист – с забитыми гвоздями Каждому по способностям, так сказать Как шутит сам Мгер, он любит рисовать подсолнухи и осликов Ослики – это Дань Армения, подсолнухи – Ван Гогу Вот это точно подсолнухи Это как бы уже осенние подсолнухи, а это летние Подержите, пожалуйста, у меня платочек разбежался Здесь вообще настоящий квест Найди осликов и подсолнухи Сначала Мгер сказал, что привез только одного ослика Но он слукавил, мы уже нашли трех И подсолнухов здесь тоже несколько В общем, придете, будете искать В этом месте очень подошел бы хэштег Я люблю свою работу Потому что это удивительная возможность Попасть внутрь творческого процесса Люди развешивают картины, что обсуждают Сейчас обсуждали Мане, который пятна А некоторые портреты Когда люди придут сюда 18 декабря Они увидят уже все причесанное Все аккуратное, развешанное Но на самом деле это такой сложный процесс Расположить так, чтобы они заиграли Чтобы они были видны Обязательно приходите Ухватите вот это вот армянское солнце Позитив, который здесь есть Потому что картина удивительная на самом деле До 2 января выставка открыта В творческом дворике Кот в мешке в старом городе на Вагнерах 14 Не пропустите Субтитры создавал DimaTorzok